Короче, я решил провести эксперимент. Отложить свой айфон, которым я пользуюсь последние несколько лет, и неделю пользоваться только Google Pixel 7. Начнем с небольшой предыстории. Айфонами я пользуюсь последние лет пять. Сначала у меня был первый iPhone SE, затем iPhone SE 2020, и в этом году я обновился на 13-й айфон, которым пользоваться мне ну очень комфортно. До этого видоса у меня даже мысли не было перейти на Android. Настолько он мне нравится. И даже все остальные гаджеты у меня начали появляться от Apple, а именно я купил себе еще и MacBook и AirPods. Так что эксперимент может на первый взгляд и кажется лайтовым, но сами подумайте, я плотно засел в экосистеме Apple. И вдруг лишаюсь главной ее части, и начинаю пользоваться Android. Хорошо, что топовым. Но везде есть свои нюансы. Погнали, все расскажу. Думаю, многие задаются вопросом, почему ты решил походить с обычным седьмым пикселем? Есть же прошка. Ну, во-первых, айфон у меня тоже не про, да и потом отличий там немного, переплата большая, мне в целом базовый седьмой пиксель больше симпатизирует. Все, вытаскиваем симку из айфона, вставляем в пиксель и начинаем пользоваться. И первое, с чем я столкнулся, это с закругленным корпусом. Я уже забыл какой-то кайф, когда телефон не впивается тебе в руку, а просто офигенно в нее ложится. С точки зрения дизайна это может и выглядеть похуже прямых граней, но пользоваться телефоном с таким корпусом куда приятнее. Такое чувство, будто телефон может быть диагональю хоть 100 дюймов, но тебе все равно будет удобно держать его в руке, за счет этих скругленных граней. Кстати, диагональ седьмого пикселя 6,3 дюйма, но он не ощущается больше айфона за счет того, что он просто более вытянутый, в ширину такой же. И также, что сразу бросается в глаза, это неплохой дизайн. Да, просто неплохой, поскольку тут присутствует подбородок, например. Хорошо, что не второй, как у меня. Что, кстати, странно, даже в надинфоново нет. Казалось бы мелочь, но мой внутренний перфекционист всю эту неделю хотел повеситься. Также блок камер выглядит немного странновато. Может просто потому, что такие камеры больше никто не делает? Вспомните, как все хейтили квадратные камеры в айфон 11? А потом это всех начало устраивать. Когда все начали делать такой дизайн. Но что мне уже безумно понравилось, это маленькая дырочка. Под фронтальную камеру я имею ввиду. Я уже давно привык к челке и уже перестал замечать, как она перекрывает контент в полноэкранном режиме, как она бросается в глаза. Но после пикселя смотреть на нее без отвращения невозможно. Даже если брать 14-й про айфон с динамическим островом, он все равно больше этой точки. Которые, кстати, по центру, а не где-то там в углу. Тут о перфекционистах позаботились. И насчет фронталки. Я думал, что она будет фоткать просто офигенно. Черт, это же пиксель, чего еще можно ждать? И может так оно и было бы, если бы не странная гугловская обработка. Делаешь снимок, первый парасекунд он нормальный, но потом прилетает обработка, и он становится куском перенасыщенного, излишне контрастного, сам не знаю чего. Еще какие-то тени ненужные появляются. Нет, это все равно неплохой уровень, но могло быть намного лучше. Поэтому от загрузки селфи во всякие запрещенные в Российской Федерации организации я решил временно отказаться. Но вот поснимать туда истории попробовал. И снова разочаровался, поскольку инста оказывается до сих пор нормально с андроидом не пашет. Такое чувство, будто сториз снимаются в 10 фпс и в 360 пи. Как на фронтальную, так и на основную камеру. И кстати насчет нее, тут конечно же никаких претензий нет. Фоткает идеально, можно что-то сфоткать с дальнего расстояния и получить хорошее качество и детализацию. Фон отлично мылится, ночной режим не просто для галочки, а вы реально можете снять что-то почти в кромешной темноте и получить адекватный снимок. Короче на пиксель постоянно хотелось что-то фоткать, только в плане видео он немного уступает айфону на мой взгляд. Например размытие фона, как-то странно работает видео, хотя кому эта функция и вообще нужна. В остальном камера у него отличная. Но что-то мы резко сразу камерам перескочили, я ведь даже не рассказал про материалы корпуса, например. И тут я никакой разницы по сравнению с айфоном не заметил. Сзади глянец, не матовое стекло, поэтому телефон сильно ляпается, особенно моя черная версия. Есть еще лемонграсс и белый, там с отпечатками будет лучше ситуация, но ко мне в руки попал именно черный. Так ютуб не бань, черная версия просто офигенная, все, никакие белые версии нам не нужны. А и по материалам блок камер алюминиевый, это делает его еще более необычным. Ну а если вы хотите купить себе Google Pixel или любой другой гаджет, советую сделать это в нашем магазине TechnoDeus. У нас приятные цены, есть доставка по всей России и гарантия на все купленные устройства в течение года. Переходите по ссылке в описании и радуйте себя новыми гаджетами. Пришло время его полностью под себя настроить. Я скачал все нужные приложения, не нашел только моего любимого Thinx3, заменил его Microsoft To Do, ни в какое сравнение, конечно. Зато нашел все санкционные, скажем так, приложения. Это же Android. В App Store сбал в очередной раз удалили, а тут поставить нормальный Сбербанк не проблема. Также я поставил себе 4 иконки приложения, вместо 5 в одном ряду. Круто, что такие моменты в Android можно настроить. И решил добавить свой отпечаток или модель лица. И в Pixel есть и то, и другое. Правда, нормально работает только датчик отпечатков. Face Unlock срабатывает пару раз из 10. Постоянно приходится вводить код. Позже я узнал, что это бывает из-за недостатка света. Хотя сканер пальца тоже иногда тупит. И это меня прям напрягало. Хотелось поскорее снова получить нормальный плоский Face ID, который срабатывает в 100% случаев. И вот он у меня впервые разрядился, я вытащил провод для него, и понял, что распаковывать его совсем не обязательно. Ведь тут стоит, конечно же, USB Type-C. И какой же это кайф. У меня абсолютно все, кроме айфона, заряжается от Type-C. Куча этих проводов. Не скажу, конечно, что я мучился с латнингом. Все-таки в вакууме это нормальный разъем, не какой-нибудь там microUSB. Но осознавать, что в моем основном смартфоне, хоть и на неделю, стоит универсальный быстрый USB-C, было очень приятно. И эта скорость мне, правда, пригодилась, поскольку я остался без airdrop. Пришлось снова вспомнить, каково это перекидывать фоточки по проводу. И что меня также первое время напрягало, это то, что Google решили выделиться, и мало того, что добавили кнопку включения и качельку регулировки громкости на одну грань, так еще и кнопка включения находится выше кнопок громкости. Конечно, через пару дней я привык, но поначалу постоянно включал смартфон, когда хотел изменить громкость, и изменял громкость, когда хотел выключить или включить смартфон. Еще непривычно было, что отсутствует переключатель выбора режима. Но все это на самом деле мелочи, самое главное, это, конечно же, система. Так, куда его... Отправил просто в стратосферу. И я был приятно удивлен, как прокачался Android за эти годы. Анимации хоть и более резкие, чем на айфоне, но все равно классно. Задизайнено все тоже отлично. Раньше Android действительно был более стрёмным, чем iOS, сейчас я этого сказать не могу. Кстати, пиксель работает просто с какой-то невероятной скоростью, все приложения открываются просто моментально. Любое действие будто происходит до того, как ты нажал на экран. И сам экран просто офигенный. Телефон ощущается еще более быстрым, за счет того, что тут есть 90 Гц. Да, не 120, как в прошке, но, блин, все очень плавно. С плотностью пикселей все в порядке, экран яркий. И это, конечно же, AMOLED. Цвета прямогонь. И насчет мощности. Я нормальный человек, не часто играю на телефоне в игры, но в колду попробовал на нем поиграть. Играл довольно-таки долго, и заметил, что пиксель не сильно-то нагревается. И отлично справляется с игрой на максималках. Кто-то ругает здешний процессор за троттлинг, не лучшую производительность, но мне ее за глаза хватало. Так что, кто говорит, что это смартфон не для игр, мне интересно, какие вы игры собрались на нем запускать, что он такого не потянет. И пока я играл, телефон заметно разрядился. Да, аккумулятор тут держит не прям супер. Многие ругают окуму айфонов, но пиксель такое чувство, что держит точно так же. Если очень активно пользоваться, на день может не хватить, как и айфон. И вот дело дошло до музыки. Включил трек, забыл подключить наушники, и у меня полилась кровь из ушей. Да, тут есть стерео, динамики громкие, но нафига все это надо, если звук максимально плоский? Про басы забудьте, их тут нет. У айфона настолько классные динамики, что у меня уже сформировалась привычка ставить на нем музончик дома без наушников. Но тут от этого пришлось отказаться. Зато микрофон хороший, пользуясь пикселем, я продолжал всех мучить голосовыми сообщениями, и на их качество никто не жаловался. Кроме микрофона, меня еще порадовала приятная вибрация. Вибромоторщик тут стоит не хуже, чем в айфоне. Но главный плюс пикселя всплыл, когда я пошел в магазин, понял, что забыл кошелек, и оплатил покупку с помощью Mirpay. Был бы у меня айфон, пришлось бы возвращаться домой. А пикселем можно спокойно оплатить. Вот до чего доводят людей айфон. Они радуются такой базовой функции любого телефона, которая у ипла в России уже давно не работает. Вот так я проходил неделю с этим аппаратом. Да, некоторые мелочи меня напрягали, например, не самый лучший звук, отсутствие плоских приложений, или, например, нет такой киллер-фичи, когда ты можешь зажать палец на чате и незаметно прочитать сообщение. Вот этого прям больше всего не хватало. Но после того, как вспоминаешь, что тут есть Mirpay, что можно поставить любые удаленные приложения, какая тут камера, экран, возвращаться на айфон вообще не хочется. Хотя я совру, если скажу, что не обрадовался, когда вернулся к айфону. Только 60 герц теперь бросаются в глаза. Так что свой айфон я все-таки не продам. Тем более я привязан к экосистеме Apple. Но вот вы лучше задумайтесь, стоит ли покупать айфоны с ограничениями, когда есть, например, пиксель.